В Ненинский округ пришла долгожданная весна, а это значит, что жители региона активно пересаживаются на двухколесный транспорт – мотоциклы, скутеры, мопеды и, конечно, велосипеды. А тем временем Госавтоинспекция настоятельно рекомендует, прежде чем сесть за руль, открыть главу 24 правил дорожного движения и прочитать требования к передвижению на двухколесном транспорте. Восьмилетний Рома научился кататься на велосипеде прошлым летом. Сейчас он не только лихо управляет своим транспортом, но и знает основные правила дорожного движения. Если тебе нужно перейти, например, с этого края на другой, то можно переходить только по зебре. А если нет зебры, то по светофору только на зеленый цвет. Если ты не убедился, что перед зеброй машины не остановились, если ты отвлекся, то тебя могут сбить машины. Поэтому надо всегда убедиться, чтобы машины останавливались. Кататься на велосипеде любят все дети. Но лишь немногие родители объясняют своим малышам, как ездить по городу, не мешая другим людям и не создавая опасных ситуаций для пешеходов и автомобилистов. Тем временем от соблюдения правил дорожного движения зависит безопасность всех его участников. Правила дорожного движения. Детей лучше обучать с раннего возраста, как ребенок только начинает ходить. И важно настолько, чтобы в целях безопасности, конечно же, обучать. Согласно изменениям ПДД, которые вступили в СИУ с 1 января этого года, велосипедистов поделили на несколько возрастных групп. Так, например, дети до 7 лет могут передвигаться на великах только в сопровождении взрослых. А дети от 7 до 14 лет могут кататься только в пределах пешеходных зон, то есть по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Наринмарские школьники хорошо знают это правило. Когда переходишь через пешеходный переход, нужно слезать с велика. То, что нельзя ездить на дороге. С 14 лет можно ездить по дороге или с 18. Лучше с 18. А также надо соблюдать правила безопасности. Если горит зеленый пешеход, ну, зеленый, ты должен слезть с велика, посмотреть налево-направо, еще раз, и тогда переходить дорогу. Правила на дороге действуют для всех участников дорожного движения, в том числе и велосипедистов. Садясь за руль, водитель двухколесного транспорта, как и водитель автомобиля, должен проверить его исправность. На что должны обратить наши велосипедисты? В частности, это на техническое состояние своего велосипеда. То есть тормоза, руль, сиденья, чтобы все было в исправном состоянии. Также требуется правилами, если это темное время суток, обязательно должны быть фонари, спереди белые, сзади красные. И, естественно, дополнительно это светоотражающие приспособления на велосипеде должны быть для того, чтобы в темное время были заметны для других участников дорожного движения, то есть водителей автомобилей. Велосипедистам стоит помнить, что пешеходный переход нужно пройти именно пешком, а не на транспорте. Штраф за это нарушение 800 рублей. Кроме того, так же, как и автомобилистов, владельцев велосипедов могут оштрафовать за пьяную езду. С 2013 года после ужесточения правил сумма штрафа составит до полутора тысяч рублей.